Вы говорите о том, что в книге Зорна говорится о четырех стадиях, и вы делаете вывод, что эти четыре стадии наших испытаний вполне соотносимы с мировыми войнами. Может ли быть такое, что походы Александра или, например, битвы, описанные Махабхарати, и были точно так же мировыми войнами? Может быть, мы, собственно, победой над фашизмом эту четвертую стадию и прошли? Нет? Действительно, почему мы считаем эти войны мировыми? Ведь вот эту первую и вторую войну, где в мире? Были в мире огромные площади на поверхности земного шара, где вообще не знали об этом, не слышали. Это было совершенно как-то неощутимо. Дело в том, что эти войны, они были не просто захватнические, они были идеологическими, они были как столкновения цивилизаций. Они были в эпоху развитого эгоизма, который уже приходит в свою четвертую стадию осознания себя как зла, осознания своего тупикового развития. Проблема в том, что человечество развивается, потому как в нем все время развивается эгоизм, в каждом из нас, из поколения в поколение. И вот, когда этот эгоизм развился до своей последней стадии, где-то в начале 20 века, тогда вот все, что исходит из его этого окончательного развития, мы называем мировым эгоизмом, мировым злом. Естественно, поэтому так мы и называем мировыми войнами. Зор имеет в виду именно эти две последние войны и говорит о еще возможных двух состояниях, на которых мы должны подняться, или по-хорошему, или по-плохому. Или путем войны, или путем осознания зла своей природы и приподнять себя на более высший уровень осознания именно зла, поиском добра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok